Здравствуйте, дорогие телезрители! В прямом эфире телеканала Юрген, программа «Случаи из практики» в студии Екатерина Борщ. Начнем с вопроса от телезрителя. Добрый день! Меня зовут Сергей. Задумался над подарком для своей мамы. Скоро, 8 марта, она сама попросила набор ножей. Но боюсь такое дарить. Есть же примета, что ножи дарить близким нельзя. Подскажите, как быть? Как выбирать подарки? Что можно сказать подаркам? И какие презенты лучше не дарить? Обо всем этом сегодня мы говорим с нашими гостями. Психолог Елена Юркина, добрый день! И психотерапевт Александр Фирсов, добрый день! Добрый день! Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните. Возможно, задавайте вопросы. Может, вы придумали для своих близких, для своих знакомых, дам впереди 8 марта подарок, может быть, уже придуман. Посоветуйтесь, мы подскажем, стоит, не стоит, может быть. Или, может быть, вы считаете, что вот такие подарки надо дарить, а вот такие подарки не надо дарить. Ваше мнение нам очень интересно. Звоните, рассказывайте, мы очень ждем. Для начала, как мы прокомментируем вопрос телезрителя, посоветуем ему что-то, или вообще расскажем, что такое подарки, откуда они взялись, почему такая вот традиция возникла. Давайте сначала о подарках вообще. Давайте. Вообще они возникли в то время, когда без подарков невозможно было выжить человеку. Это очень архаичный такой символ. Человек получал подарок, у него ничего не было, и без этого он не мог выжить. Вот в чем этот символ. А сейчас… То есть, как раньше кусок мяса дарили, получается, наверное, да? Да, кусок мяса, да. Или олени, или школа, или там жилье. Человек заболевал, например, он не мог выйти на охоту. Что ему оставалось делать? Только получать подарки. А сейчас этот символ остался вот именно таким, внутри. Внутри нас сидит. То есть, даже если у нас ничего не будет, все равно найдутся люди, которые нам что-то подарят, и мы выживем за счет этого. То есть, там символ выживания идет в подарке. Второй, как бы, второй, скажем так, случай, да, в этом деле, в подарке, это то, что человек сам не может его подарить себе. Какой смысл себе дарить цветы? Или дарить себе самому музыку? Ну вот, я дарю. Или что-то. Я думаю, очень многие сами себе что-то покупают. Подарки бывают таких в свойствах, например, патриархальный подарок. Например, те же ножи. Они могут быть как патриархальные. То есть, подарил, использовал в хозяйстве, каждый день человек об этом думает. То есть, это мы уже начали классификацию, я так понимаю, подарков, как у всего, везде есть классификация. А, кстати, до классификации хотела тоже согласиться с тобой, Александр. Вот именно вот тот подтекст, что если нам дарят подарки, это дает нам возможность выжить, вот сейчас психологически это ассоциируется бессознательно у человека. Если дарят ему подарки, это воспринимается как вот эта уверенность в будущем. То есть, меня так любят, что я буду чувствовать себя без тревоги, с уверенностью, и буду идти дальше уже по жизни вперед. То есть, подарок, он имеет такое еще психологическое, психотерапевтическое свойство для каждого человека. Ну, конечно... То есть, подарки мало того, что приносят радость, еще и вот такую... Снижают тревогу. Очень интересно. Базисную тревогу снижают. Да, только... Дарите чаще друг другу подарки. Только вот какие подарки чаще друг другу дарить, вот сейчас мы об этом, наверное, и поговорим. Итак, классификация получилась. Да, патриархальные. Патриархальные мы озвучили. Патриархальные. К примеру, ножи. То, что может очень пригодиться. В хозяйстве просто исполняется. Мужчинам рубанок, женщине... Пылесос. Пылесос. Или кухонный комбайн. Да. Или микроволновка. Ну, то есть, кому что. То есть, вариантов, видимо, все очень часто друг другу именно патриархальные подарки дарят. У кого что-то наболело вдоль, потому что мы что-то не делаем. Когда уже все это куплено, патриархально куплено. Что дальше делать? Дальше нужно делать подарки реальные. Иначе говоря, равные. Ну, вообще, есть классификация отношений между людьми, между мужем и женой. Вот. И, соответственно, исходя из этой классификации, есть еще и такие же подарки. Вот есть патриархальные отношения, когда люди настроены на быт, и соответствующие подарки дарятся друг другу, чтобы обустроить их жилище, дом и все такое. А есть подарки равные, так называемые. Или, иначе говоря, реальные. Дорогие, реальные подарки. Планшет. Планшет. Ноутбук. Там, не знаю, очень хорошую, такой жесткий диск, иначе говоря, гигафлешка на несколько терабайт. А почему оно не может считаться патриархальным, если оно так же можно в жизни? На порядок дороже патриархальный. Но пылесосы тоже бывают дорогие из другого. Там еще идет такой важный момент, что это еще и престижно. То есть реальный подарок, если его дарят, то возникает вот это ощущение, что этим подарком можно похвастаться, сказать, что вот. У меня теперь есть белый планшетник. Это должно быть дорогим. Обязательно дорогим, престижным. Часы, например, дорогие. Это будет подарок реальный. Ну да. То есть это брендовые вещи в том числе. То есть это вещи, которые дают возможность ощутить то, что с тобой рядом твой партнер, который точно в тебя вкладывается конкретно. То есть если он дарит такие дорогие подарки, он рассчитывает на долгосрочные отношения, которые закреплены, там, не знаю, какими-то там правилами верности. Там еще и подтекст такой, что я с тобой зарабатываю деньги вместе. Идет такой подтекст. Ну то есть получается такие дорогие подарки, даже если человек себе может позволить подарить, постороннему человеку нельзя. Так получается? Вот тут уже включается некоторый этикет. Я тоже обмолвусь тогда сразу. Дороговизна подарков, все зависит от дарящего, в принципе. Но за исключением тех случаев, когда дело касается каких-то друзей. Потому что если мы дарим очень дорогой подарок, то это, по сути, бессознательно обязывает того человека примерно стоимостью. А может быть ему это не по карману, по сути. Ну или второй момент. Когда даришь, ну там, девушке своей, ну вы еще не муж и жена, да, какой-то очень дорогой подарок, по сути, это уже ее обязывает быть с вами. То есть она уже… Мне неудобно вроде как расстаться в такие, такой дорогостоящий подарок. Абсолютно верно. И у нее может возникнуть вот это ощущение должествования. И если девушка поумнее, она может, конечно, сказать, что я не рассчитываю на такой дорогой подарок. Я его не приму. Я не хочу быть вам обязана. Но если мужчина вовремя скажет, что ты, что ты, ты мне ничем не обязана, я просто, ты мне очень там нравишься, все такое, я просто хотела тебя порадовать, все, тогда вопрос снят, она сможет принять этот подарок. Ты за это ничего не должна мне. То есть это обязательно должно быть озвучено, получается, да? Ну, по сути, если между ними не предполагаются дальнейшие, долгосрочные какие-то отношения, ну или хотя бы больше близости, чем они сейчас, то, по сути, это не очень приятно, такие подарки получать. Но, что еще интересно, то, что девушка, по сути, если вообще девушка возвращает подарок, этикет гласит, что, особенно если почтой, то это, по сути, означает разрыв отношений. Ну, то есть после этого знакомства прекращаются с этим человеком. Ну, а как же этикетная сторона, предположим, тем людям, которые не состоят в браке, нельзя очень интимные вещи дарить? Ну, предположим, там, нижнее белье, вот это, это же тоже этикет, или это как светский этикет, а не психологический? В современном нашем обществе я уже ничего не удивляюсь, честное слово. Сейчас такие уже широкие рамки вообще отношений, но, тем не менее, вообще по этикету, и в том числе вот этикет подарков, кодекс, так называемый, дарение подарков, он гласит, что интимные вещи можно дарить только с тем человеком, с кем ты в длительной, долгой связи, ну и в близости такой находишься. Либо это супруги, ну, либо это родители, там, например, мама дочки дарит, это еще позволительно. Также нельзя дарить не очень близкому человеку духи, косметику, галстуки мужчинам ни в коем случае нельзя дарить, потому что мужчина, ну, вообще это психологический подтекст того, что я хочу тебя хмутать. Символически такое получается, да? Ну, и, кроме того, очень трудно угадать, на самом деле, капризным мужчинам, вот, какой галстук, потому что не весь гардероб, во-первых, знаешь, а, во-вторых, мужчина очень тщательно подбирает вот такие аксессуары себе, на самом деле, ну, и этот подарок может быть действительно неуместен. Дальше, какие еще подарки? Дальше именно романтические подарки. А, ну, то есть мы оговорились немножко об этикете, что вот принято, не принято дарить, чтобы не обязать к чему-то, там, не очень приятному, предположим, партнера, или не обидеть, так, получается, этикет мы оговорили, продолжаем классификацию. А, кстати, извините, вот перебью, да? На самом деле, очень хотелось бы еще отметить, что ни в коем случае нельзя дарить. Это то, что хоть как-то намекает на какие-то ваши недостатки, либо может намекнуть. Крем для похудения, предположим, да? Да, или шампунь от перхоти. Дорогостоящий, замечательный шампунь, но все-таки от перхоти. Либо это кулинарная книга для девушки, которая вот… Не любит готовить. Не любит готовить, да. Либо это мастер на все руки, пособие для мужчины, у которого, ну, не все в порядке с местоположением рук на деле. Весы. Да, весы в том числе. То есть эти подарки с намеком, они могут восприняты быть как оскорблением. Даже если дарящий, на самом деле, из благих намерений… Ничего не вкладывал, никакие, да? Да. Чуть смысл. Да. Как у меня одному знакомому подарили очень хороший набор мыла, такого эксклюзивного, ручной работы. Он оскорбился до глубины души. Что я редко мою, что от меня пахнет, что ли. Ну, то есть нужно знать, кому что дарить. Вот, если кому-то можно такие подарки подарить, то другое это может воспринять как намеком, причем таким негативным. Я нашим телезрителям напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, расскажите нам, что вы обычно на празднике, ну, на дне рождения, или вот ближайший праздник, 8 марта, что вы своим дамам дарите, как вы считаете, нужно, не нужно такое дарить, что планируете именно в этом году подарить. Расскажите нам, нам очень интересно. А мы продолжим пока классификацию. На романтических мы остановились, да? На романтических. Самый романтический подарок, это, конечно, цветы. Да? Его ценность никакая. То есть она выбросится. Фактически ценность в том, что она имеет какой-то символ. А символ в том, что я на тебя трачу этот бессмысленный подарок, в случае чего я потрачу очень много, если какая-то у тебя беда случится. Внутри такой. Поэтому не зря девушки все-таки обижаются, когда им не дарят цветы. Так получается? Да, даже цветы не можешь не подарить. Так. Что еще к романтическим можно? Ну, ты циник, на самом деле. На самом деле, цветы вообще, любые романтические подарки дарятся для именно вот этих ощущений, эмоциональных ощущений в первый раз. Это второй смысл. Какие цветы, какое количество, какой букет, как это все обосновано. Внутреннее содержание есть такое. Но сам факт цветов, он вот такой первичный, архетипический. Ну, цветы ведь тоже могут быть разные с другой стороны. Это могут быть полевые ромашки, если человек, например, сходил в гвоздики, это отдельный разговор, а может быть шикарная корзина цветов. Это уже будет роскошный, наверное, подарок, да? То есть уже ближе к какому-то там равному, престижному, так? Конечно. Что еще, кроме цветов, к романтическому относится? Конфеты, сладости, торты. Пожалуйста. Насколько допустимы романтические подарки не в отношениях пары, мужчины и женщины? Ну, предположим, 8 марта праздник всех женщин в нашей стране, и друг другу дарят подарки. Ну, не только мужчины поздравляют женщин, но и коллеги, подруги друг другу, мамы. Интимности какой-то. Да, вот это допустимо и недопустимо. Потому что романтическое обычно подразумевает... Это очень просто. Подарить двум женщинам одинаковый подарок. Все, никакой интимности нет. И они знают про это дело. Одинаковое подарить, и никакой интимности между ними нет. Про романтическое, романтическое, романтическое. Что? Меня за дело. Романтические все, мы наконец-таки дошли до символических подарков? Или есть еще какие-то классификации? Символические все равно в любом подарке присутствуют. Все равно. Но есть именно подарки, которые чисто символические. А есть... Любой человек будет читать, да что ты мне подарил? Что ты хотел этим сказать? Какой смысл ты в это несешь? А почему именно мне подарил? Все равно, само мышление так устроено, ищет смысл. То есть, человек это существо, которое наделено поисками смысла. Все равно, в любом ситуации будет это искать. Ну, поэтому мы, собственно говоря, даже когда просто дарим романтический подарок, те же самые цветы, мы все равно подбираем эти цветы конкретному человеку. То есть, какие цветы нравятся этому человеку. Или розы, например, алые розы. Все-таки это признак того, что человек любит. Белые розы, это как... Или особенно белые лилии, это символ какой-то чистоты, невинности. Также невинности чувств, которые можно преподнести. Ну, и так далее. То есть, на самом деле, символизм, он практически везде. Но есть такой особый вид подарков, который чисто символический. Это особые виды колец, это особые виды, ну, и других украшений. Это какие-то статуэтки, которые имеют какой-то определенный смысл. То есть, обычно, ну, там, например, пара, которая долго не может иметь детей, забеременеть. Им, вот был мой случай такой, что им подарили статуэтку, которая вроде как вот помогает быстрее паре родить ребенка. Вот. То есть, этот был подарок и воспримет на ура. Вот. На самом деле, потому что вот они верят вот в такие магические вещи. Символический подарок может быть еще связан с тем, что человек на самом деле хочет. Ну, то есть, он, например, человек, который вот вроде бы у него есть все. То есть, очень часто ко мне приходят и спрашивают, вот что подарить человеку, у которого есть все. Думаешь уже, может, подарить ему какую-нибудь ерундовину или там туалетную бумагу полностью из купюр сделанную, да. Вот. Ну, потом думаешь, хочется все-таки как-то не прикол, не приколом отделаться, а вроде как что-то значимое подарить. Вот если хорошо человека узнать, то можно и понять, что у него есть все равно какая-то мечта, которую он не реализовал, например, с детства. Или, например… Ну, не все же раскрываются настолько перед другими людьми, чтобы можно узнать, была мечта. Да. Поэтому, собственно говоря, символические подарки, они уместны только между очень близкими людьми. Я прерву, потому что у нас телезритель для нас дозвонился. Примет звонок. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Вы нам хотите рассказать, какие подарки дарите или как? Да, да, да. И какие же вы дарите подарки? Ну, можно даже деньгами сразу. Ну, это, наверное, самый распространенный сейчас вариант – деньги подарить. И он, наверное, самый такой… А если денег нет, то просто розы. Или просто саму себя подарят девушкам? Саму себя. Ну, вот смотрите, у нас буквально через три дня праздник. Да, вот вы лично, что для себя бы хотели? Вот в вашем понимании идеальнее именно для вас. Вот если не то, что вы можете подарить кому-то, а вот что вы бы хотели получить? Ну, я вообще-то даже не знаю. Ну, что… Даже не знаю, а что вы посоветуетесь? Мы обязательно что-нибудь посоветуем. А вот как вы относитесь к цветам? Сегодня прозвучал такой романтический подарок – цветы. А мне вот подарили вот три розы. Неожиданно просто, не ожидало такого. Без касалось бы повода, да? И очень берело, приятно наверняка. Да, очень приятно было. Ну, а если вспомнить все ваши подарки, которые вам дарили, вот самые-самые-самые запоминающиеся, это все-таки материальные или там сделанные своими руками, или это был какой-то сюрприз? Просто сюрприз был. От моей сестры. Ага. Все-таки сюрпризные, эмоциональные, наверное, подарки в большей степени ценятся. Спасибо большое вам за звонок. Мы обязательно посоветуем, что можно было подарить, и даже попробуем проклассифицировать подарки по тем качественным, человеческим. Вот угадать, какой, что из себя человек представляет, соответственно, для этого, из этого, точнее, исходя из этого, подобрать ему подарок. А пока мы перерываемся в небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь.